Всем привет! Хочу вам сегодня быстренько показать свой новый процесс. Это икона Серафима Саровского от фирмы Образа в Каменьях. Мне её дарили девочки на моё 50-летие. Девчонки, вышиваю, не могу оторваться. Насколько увлекательный процесс. Это мой первый опыт вышивки наборов от этой фирмы. Ну и, конечно же, не всё у меня получается. Как говорится, первый блин кома. Я, конечно же, стараюсь. Но поскольку вот этот трунцал, потом конетель, камушки, всё это блестит. И даже в мощных очках мне очень сложно пришивать вот особенно вот эти вот золотые фрагменты. Вот, как видите, вот этот вот, вот это конетель и трунцал пришиваются. В общем, вот здесь ровно, да, в прикреп. Мне здесь в прикреп легко пришивать. А вот эти вот делать вот такие вот петельки очень-очень сложно. Нужно отрезать маленькие кусочки. И поскольку он блестит, мне очень сложно это делать идеально ровно. У меня не получается идеально ровно. Я постоянно смотрю на превью. Но всё-таки здесь вот тоже есть такие участки, где это, ну, не настолько идеально. Наверное, это действительно сложно сделать. Вот. Ну, я делаю первый раз. Я, в общем-то, думаю, что руку я всё-таки набью. Потому что уже вот у меня сейчас получше получается. Когда я начала, вот здесь вот в начале, это просто был трэш полнейший. Я никак не могла приспособиться. В схеме написано, сначала пришиваем бусины, потом пришиваем трунцалок или конетель. Но, когда я начинаю пришивать потом, у меня цепляется он за бусинки или ниточка цепляется за бусинки. Всё. И уже его только приходится выбрасывать. То есть, если его чуть больше растянешь нечаянно, то, ну, в общем, всё. Он уже, этот трунцал испорчен. Вот. На самом деле, я смотрела видео девочек, как они вышивают. Но пока вы не попробуете сами, со стороны смотрится очень легко. Это делается. Но на самом деле сложно. Вот. В работе очень сложный он. Ну, в общем, всё равно у меня более-менее получается. Нисколечко мне не разонравился процесс из-за того, что возникают вот такие сложности. Наоборот, у меня даже возникает спортивный интерес. Сделать это лучше. Вышиваю я ниточками Титан 100, которые были в наборе. Но написано, что нужно вышивать в одну нить. Я вышиваю в две. Потому что я прям в самом начале начала вышивать. Вот. Начала пришивать бусины. И некоторые бусины хрустальные, они перетирают и рвут нитку. Поэтому я решила не мучиться и сразу вышивать в две. Прямо сразу первые бусины я начала пришивать и нитку перерезала. Ну, как-то так у меня неудачно получилось. Но я люблю вышивать в две нити. И начинаю вышивать в две нити. Вроде так вот присматриваюсь. Я креплю бусины крепко. Я не скажу, что очень сильно видно нитку. Но потому что бликуют, блестят бусинки. И особо в глаза не бросаются. Так, в общем, я решила сейчас пришить весь трунцал, всю канитель и только потом пришивать бусины. У меня так получается ровнее. Вот смотрите, как у меня уже ровненько получился вот этот крестик. Вот этот крест получился. Да, вот здесь выкладная у меня получается такая линия. Вот видите, получилось ровно. Но когда я начинала в самом начале, здесь у меня вот ровно не получилось. Потому что я сначала пришила бусины, а потом пришивала канитель. Ну и в общем я решила сейчас вот на этих петельках потренироваться и пришить их. Вот уже у меня получается более-менее. Но все равно иногда бывают такие трешевые моменты. Вроде все делаю верно, да. Вот все делаю правильно. Допустим, вот несколько штук. Смотрите, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь пришивается ровно. Потом раз, что-то где-то пошло не так. Глаза устают. Начинает в глазах все это мелькать и бликовать. И в общем не всегда идеально ровно. Но потом еще будет все это заполняться бусинами. Конечно, это не будет так сильно бросаться в глаза. Это я вот сейчас на макросъемке показываю. Конечно же, все это на макросъемке, все детали видны. Но надеюсь, что я набью руку и у меня будет все-таки получаться хорошо. Пока я еще своим результатом недовольна, как у меня это получается. Вот даже не могу объяснить, почему вроде техника несложное пришивание. Но настолько этот материал хрупкий и настолько он, как сказать, неподатливый, да, такой. Ну, в общем, буду набивать руку, буду стараться. Посмотрим, что у меня в дальнейшем получится. Но сам процесс очень увлекательный, очень увлекательный. В общем, вот здесь у меня вот цветочек получился такой вот самый идеальный. Хотя сначала я пришивала вот эту конетель. Вот, ну, вот пружинка такая меленькая. Это конетель чуть потолще, трунцал. Хотя, в принципе, я разницу не вижу. Для меня это все конетель. Вот, в общем, такая, девочки, конетель, я вам хочу сказать. Но мне нравится. Вот, ну, в общем, вот так вот у меня получается. Такой сняла вам короткий отчет, потому что подумала, что если не сниму короткий отчет, не знаю, потом, когда выложу видео. Потому что снимать видео времени нет. Но хотя бы покажу вам процесс и скажу свои первые впечатления. Вот, я, конечно же, планирую снять подробное видео, где я хочу показать фрагментами, как я все это пришиваю. Но пока я еще руку не набила, не могу это делать на камеру, потому что даже без камеры, вот, видите, косячу. Если сейчас поставлю камеру и буду отвлекаться на съемку, я боюсь, что я вообще все испорчу. Вот, потому что перепарывать это все-таки шелк. Не хочется перепарывать. И понятно, что я на камеру буду с вами болтать. Либо неудобно мне будет сидеть. И тогда я точно криво это все пришью. Еще хуже, чем это сейчас. Вот, но, опять же, если не разглядывать детально, да, смотреть вот так в общем и сравнивать с превью то, что здесь. Вот, я прям вот так на макросъемке разглядываю. И тут вот тоже есть кое-где фрагменты не идеально ровные. Но тоже, вот видите, бликует. Вот так вот все бликует. Ну и как-то тоже непонятно. Опять же, если вот детально не разглядывать, в общем, все смотрится классно, красиво. Тем более, вот, когда бисер фотографируешь или видео снимаешь. А тут тем более блики. Вот. Вот сейчас покажу, как все это переливается. Обалденно. Девчонки, я в восторге. Очень нравится. Перед началом вышивки я погладила. Не сильно горячим утюгом с изнаночной стороны прогладила. Были заломы, как вот было сложено все это. И вот так натянула на раму. Рама у меня большая. Диванный станочек и волга арабеска. Вот. И рама широкая на 60, поэтому вот здесь не хватает мне, не хватает натяжки. Пришлось ее вот так закрепить, потому что сюда петлю никак не могу закрепить. Надо снимать планку, но не стала я ее снимать. Там он у меня ричик, видите, в мячик играет. Пледик у меня там катин. В общем, вот так мы расположились. Вот. На диване. Уже устала, но оторваться не могу. В общем, все. Надо заканчивать. На сегодня вышивку. В общем, я два дня вышиваю. Вот до утра. Девчонки, не могу прям никак. Уже думаю, хватит. Устала. Но, вы знаете, такой интерес спортивный. Думаю, нет, не брошу, пока у меня не получится ровно хотя бы несколько фрагментов. Несколько фрагментов. Вот так вот вышью, вышью, потом собьюсь. И опять думаю, нет. Вот, пока не сделаю дальше ровно. Вот, не брошу. В общем, я не знаю. Прям какое-то завораживающее такое действие. Да, вот это вот пришивание вот этого трунцала и конетели. Вот. Вообще, бусины крупные. Из-за того, что бусины крупные, сама вышивка продвигается быстро. Ну, вот из-за этой вот всей блестящей мишуры получается загвоздка. Да, я, конечно, знаю, что опытные вышивальщицы сейчас скажут, ой, кошмар, как криво. И те, кто не вышивал, сейчас скажут, ой, кошмар, как неровно. Но, девчонки, кто не пробовал, возьмите, попробуйте. Я вас уверяю, с первого раза у вас это не получится. Вот. Так что, вот такие вот дела. На самом деле, не думала, что это будет так сложно. Потому что я пересмотрела кучу видео. И вроде как уже я чисто технически знала, как все это пришивается. Хотя, вот сейчас прям показываю близко-близко, да? Вот. Да, вроде как и нормально. Ну, не знаю. Я, конечно, недовольна. Вот. Не очень мне нравится. Вот кое-где я сбиваюсь. Вот. Но бывают такие фрагменты. Какие-то я отпарываю фрагменты, а какие-то отпороть уже невозможно. Потому что бывает даже вот этот краешек этой пружинки, он вот туда на обратную сторону нитку, когда на изнаночную сторону выводишь. И кончик бывает туда наизнанку проскакивает. И потом даже вытаскивать, мне кажется, что вот где-то даже может быть и порвется. Ну, в общем, не знаю. Пока так. Пока так, конечно же, дальше буду стараться. И нужно передохнуть. Обязательно нужно отдохнуть. Потому что я как завороженная строчу. В общем, уже нужно приостановиться. Вот. И глазам нужно дать уже отдых. А вообще, мне кажется, когда глаза устают от этого блеска, и вот тогда начинаешь сбиваться. Ну, просто в глазах все расплывается. Наверное, нужно переключаться на какие-то другие процессы. Нужно переключаться, но не хочется. Ну, в общем, вот так. Такой у меня небольшой отчет на скорую руку, снятый одним дублем. С первого раза. Ну, как получилось, так получилось, девочки. Иначе я не сниму. Вот. Если сейчас не выложу это видео, то уже увидите потом готовый результат. А мне хочется поделиться своими впечатлениями на самом начальном этапе. Всё. Спасибо вам за просмотр. Если не жалко, поставьте лайк за такую ужасную работу. Можете поставить дизлайк. Я не обижусь. Потому что я сама, ну, не очень довольна. Ага. Ладно. Всем спасибо за просмотр. С вами была Инесса. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok